Тихая охота – занятие увлекательное. И в порыве собрать добычу побольше в леса стекаются любители грибов разных возрастов и социальных статусов. К сожалению, многочисленные предупреждения и призывы быть внимательнее в лесу многими игнорируются. Это приводит к тому, что ежегодно поиски грибов впоследствии приводят к поискам грибников. По прошлому году у нас было 57 заявок на лесные поиски. То есть это грибники, ягодники и те, кто пошел погулять в лес. Из них 56 заявок мы закрыли со статусом «найден жив», а один человек, к сожалению, до сих пор не найден. Это наша боль. С начала этого года волонтеры Лизы Алерт приняли заявки на поиск уже 16 раз. 13 из потерявшихся найдены. Два поиска сейчас продолжаются без результатов. Надежда осталась лишь на свидетельство неравнодушных и отклики в социальных сетях. И прямо сегодня пойдет вторая ночь с тех пор, как ищут пропавшего в Долгинина 59-летнего мужчину. Он тоже отправился за грибами и не вернулся. С пренебрежением относятся к правилам похода в лес. Из-за того, что идут в лес одни, из-за того, что, может быть, как-то очень сильно переоценивают свои возможности. Но иногда происходят какие-то несчастные случаи, травмы, повреждения. Взрослые люди вполне себе адекватные, вполне себе сильные, без каких-то особых хронических заболеваний. То есть те, кто переоценил свои возможности. Потому что леса меняются после пожаров, после ветродуев, меняется рельеф, ландшафт. Человек зашел вроде бы в знакомый лес, где-то повернулся, обернулся, хлоп, и уже он заблудился. При планировании любого похода в лес необходимо обсудить свой маршрут и время возвращения. Обязательно пополнить баланс телефона и проверить заряд батареи. Использовать яркую одежду. По пути следует запомнить как можно больше предметов-ориентиров. А с собой обязательно взять предметы первой необходимости. Нужно, конечно же, взять самое необходимое, это минимум литр воды на одного человека, что-нибудь поесть, обязательно никаких бутербродов, какие-нибудь батончики шоколадные, обязательно взять таблетки, если человек пользуется какими-то препаратами. Зажигалка на случай, чтобы развести огонь, свисток, абсолютно он очень нужен для того, чтобы, ну, можно надорвать горло, когда долго кричишь. На вторые сутки обычно голос вообще не остается. Спасатели напоминают, что если все-таки заблудились, не нужно паниковать. Для начала следует вспомнить, откуда вы пришли. Затем прислушаться, не слышно ли криков или других звуков, которые помогут выйти к людям. Если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку, следует двигаться вдоль этих объектов. По возможности следует влезть на высокое дерево и осмотреться. При поисках дороги стоит постараться не петлять, ориентироваться по солнцу. Если есть возможность, нужно позвонить в службу спасения и объяснить свое местонахождение. Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Марина Ковиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».